Субтитры сделал DimaTorzok 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 другие самые изделия там он в основном делает то есть из вакса то есть сначала вырезается в пластике то есть форма потом отливается на этом самом ну то есть там печка разогревает там он этот серебро и отливает эти перстни на еще что там надо так но мы продолжаем продолжаем вот значит я здесь вот уже был пойду-ка я схожу на ту сторону там говорят есть даже у них цех по производству суши не знаю каким образом вообще имеет к вот этому воркшопу скажем так мастерской к этой отношения но тем не менее а ну вот здесь да у них победенные елки-палки можно здесь зайти на на покушать как раз голодный вот тут они наверное как раз и тренируются готовят тут сувениры то есть кто на память хочет взять там всякие книжки также вот будет школу теперь ювелирка и вот разные то есть это ювелирные изделия здесь описано тоже красиво вот у них также журнал велосипедов все их не то есть также вот книжка по школьные сумки и эти обувь часы тоже часовая вот которые там были у нас я показывал недавно то есть прикольно интересная штука показано как тут эта обувь изнутри устроена то есть подошва сама так а что здесь куда можно пройти а это вот у нас что какие-то устройства непонятные что такое без понятия какая-то лапа видимо знаю курицы или еще как кого какой-то птицы такая мохнатая так а здесь но здесь обеденная зона здесь ничего интересного нет нам бы как-нибудь наверху подняться а вот здесь можно надо или нельзя или можно пофиг знает пойду посмотрю третий этаж здесь говорят с этими более высокой как сказать ювелирка то есть более высокого уровня видимо не с это не в этом корпусе он пофиг поснимаем здесь всякие тоже штучки не заходить а одессе не ходишь и делается еще что-то тут манекен манекены стоят но коняга какая-то там что-то выход уже ты тут мастерская велосипеды где делал этот сайкл тут сайкл дизинг а вот здесь разделена вот здесь сумка а вот этот велосипеды ну как бы две двери а помещение одно у тебя дизайнеры наверно разные рамы там висят и так далее вот туда же нашел у них несколько образцов тут зеленые специалайзер знаю правильно произнес или нет в общем такие зеленые велосипеды здесь там вот стоят у них куча стульев разные инструменты даже дискет и так далее вот плохо видно вот мастерская обуви здесь них также находится здесь все закрыто я думал сейчас открыто а вот ювелирный церковник да он сейчас закрытый я думал он будет как бы открытая видимо тому то что сделано и оно все вниз переместили все готовые продукции ну вот мы находимся на третьем этаже вот внизу там куча народу все отдыхают данный университет в принципе достаточно дорогой если вы на задумались вообще о том чтобы производить ювелирку то будьте готовы что вам придется платить немало количество денег за обучение здесь то есть у меня в принципе здесь это знакомая подруга учится вот из россии и она как бы платит ну нехило так я бы сказал но среднего обучения здесь начинается от 1 миллион семьсот тысяч или 600 тысяч иен за год то есть это примерно в два раза больше чем в стандартном университете то есть или цимонгаку каком-нибудь то есть но это университет как бы выпускники из данного университета также могут и идти спокойно работать в каком-нибудь ювелирном салоне или же в мастерских в японии в токио ну а также по всему миру то есть это достаточно престижный университет как бы с с очень хорошей скажем так базой где производится очень много разных товаров и аксессуаров велосипеды в том числе и обувь сумки аксессуары то есть но много чего есть и достаточно хорошего качества но если вам понравилось обязательно подписывайтесь ставьте лайки вот если у вас какие-то вопросы есть или пожелания обязательно оставляйте их в комментариях либо пишите мне в личные сообщения обязательно прочту и отвечу на них вот ну а с вами был дэн до новых встреч